Жители жилого комплекса Коренёвский форт могут снова остаться без воды. Кто виноват в этой ситуации и почему ресурсоснабжающая организация хотела прибегнуть, к крайним мерам узнали мои коллеги. Но сейчас у нас вода есть и холодная, и горячая. Светлана Шугарова здесь живёт с 2015 года. За 10 лет перебои с водоснабжением случались. Но чтобы на несколько часов ограничивали подачу воды, впервые. Прибегнуть к понижению давления в системе пришлось из-за задолженности управляющей компании «Комфорт Жил Сервис» перед Либеретским водоканалом. Если есть проблемы неоплаты или ещё каких-то недоразумений с управляющей компанией, должны решаться в правовом поле, а не так, чтобы страдали жители, которые коммуналку оплачивают. Я непосредственно, у меня вообще нет задолженности. Управляющая компания «Комфорт Жил Сервис» имеет большую задолженность перед Либеретским водоканалом за поставляемый нами ресурс. Каждый месяц долг растёт. На 31.07.144 тысячи. Были вынуждены осуществить кратковременное понижение давления в системе водоснабжения корпусов, которые обслуживает данная управляющая компания. Та задолженность, которая образовалась, это дебиторская задолженность, то есть задолженность жителей. Платежи у нас происходят через платёжного агента «Мособл-Ирц». Соответственно, ресурсонабжающая организация, денежные средства жителей получают напрямую от «Мособл-Ирц» и не аккумулируются на счетах управляющей компании. В прошлом месяце мы провели обширную работу с должниками, вызывали, приглашали, сами ходили к ним. Сложившуюся ситуацию обсудили и на совещании с руководством управляющей компании и Люберецкого водоканала в администрации городского округа Люберцы. С учётом того, что жители действительно не должны страдать, несмотря на то, что водоканалу и таконом предоставлена возможность ограничения подачи ресурса, было принято решение о полном водоснабжении данного жилого комплекса. При этом управляющей компанией поставлена чёткая задача – изыскать резервы и погасить образовавшуюся задолженность. С ситуацией, почему эта задолженность образовалась, кто в этом виноват, в настоящий момент занимаются правоохранительные органы. Сейчас водоснабжение в домах восстановлено в полном объёме. По словам руководства управляющей компании, с неплательщиками начали заключать соглашение о рассрочке погашения задолженности. Однако до сих пор задолженность перед Люберецким водоканалом не погашена.